Теперь самым главным вопросом, который стоит перед партией коммунистов, который больше всего привлёк к себе внимание на последнем партийном съезде, является вопрос о крестьянах-середняках. Естественно, первым вопросом задаётся обыкновенно, что такое крестьянин-середняк. Естественно, что партийные товарищи рассказывали не раз, как в деревне спрашивали, кто такой середняк. На это мы отвечаем, середняк это такой крестьянин, который не эксплуатирует тяжёлого труда, не живёт чужим трудом, не пользуется ни в такой мере, ни каким образом владаёт тяжёлого труда, а работает сам, берёт собственным трудом. Таких христиан было меньше, чем теперь в виде капитализма, потому что большинство принадлежалось совсем нудайшенько, и только несторжное имя христианство, как тогда, так и теперь принадлежалось кулакам, к эксплуататорам, богатым христианам. Средний христиан становится больше, больше того, как отменена частная фактическая века. И вот, с последним христианином советская власть чёртая решила, во что бы то ни стало установить отложение полного мира и согласия. Конечно, с последним христианином не может сразу встать на сторону социализма, потому что он твёртый, стоит на том, что его живы, осторожно, стоит нехочяйте в том, что он проверяет сначала делом, практикой, то, чему его зовут, и решает уйти в свою жизнь, пока не уйти, что в том, что это ему не необходимо. Именно поэтому вы должны знать и помнить и проводить время. Работные, чтобы ли появляющиеся в поселении, обязаны искать добавительные отношения к этим христианам. Обязаны устанавливать добавительные отношения к этой решению, обязаны полностью сотрудничество, которое не использует своего труда, и ставая рабочего, не можно и толстый, доступность с добровольного, полного, естественности и полного дарения союза. До всяких меры, которые предлагает смыслительная власть, надо, что с последним образом они являются советом, указанием к этим христианинам, предположением к нему, привести к новому порядку, и только совместной работой с бытовыми и чрезвычайными направлениями, приведяющимися к ошибке, устрояющимися на сложные ошибки, и встанавливающиеся в согласении с этим христианином. Только такой работой будет обеспечен Союз работников и христианин. В этом союзе вся главная сила и опора советской власти. В этом союзе долог того, что дело сэкономического преобразования, дело в обеде на скопиналах, дело устранительных аккорд эксплуатации будет приведено нами до победного конца. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ